Добрый день, Алексей Навальный, меня зовут Алишер Усманов. Имея в виду, что наши юристы сейчас будут разбираться в суде, а ты, как всегда, будешь делать из этого лживый пиар и продолжать морочить им голову, я все же решил необходимым сделать для себя это в виде обращения к тем людям, которые, возможно, пока еще думают, что ты говоришь правду. Их мнение для меня важно, тем более, что к интернету я имею гораздо более глубокое отношение, чем ты. Я его не пользую, я его развиваю. Я думаю, что пора назвать тебя тем, кто ты есть на самом деле. Тем более, что ты сам давно меня об этом просил. Ты говоришь и просишь, чтобы Алишер Усманов назвал тебя негодяем. Ты вот сядь, сядь, поудобнее. Я попробую спокойно, не торопясь, объяснить людям, почему это именно так. Негодяй, на мой взгляд, это человек, который не знает другого, готов лгать о нем. Поэтому этим мастерством ты обладаешь просто великолепно, в степени, даже превышающей любые человеческие нормы. Ты врешь, что я преступник и пытаюсь скрыть, что я сидел в тюрьме. Начнем с этого. Мне скрывать нечего. Я шесть лет, в отличие от тебя, отсидел в тюрьме, и причем по реальности, обрекованному делу. О краже социалистической собственности, которую я не крал, а о взятке, которую я никому не давал в очередной раз. Ты сказал, что я сидел за изнасилование. То есть, вот этой манипуляцией, статьями и словами, ты тут же хотел стереть грань между человеком и нелюдем. Ты на всех углах кричишь, что тебя сильно преследуют. Жестокая власть. Ой, какая она жестокая. Аж целые сутки просидел в тюрьме. Одну ночь, насколько я слышал. То есть, вот при такой жестокой власти ты провел в тюрьме одну ночь, а я при мягкой власти ни за что шесть лет отсидел вообще по несуществующему делу. Кстати, ты, говорят, там какие-то юридические курсы заканчивал. Еще тем более в таком высоком заведении, как Ейль. Видимо, ты там явно не занимался ее студенцией. Ты готовил себя к политической карьере, которую пытаешься сегодня реализовывать. Потому что если бы ты был настоящим юристом, то ты бы знал, что человек, которого полностью реабилитировали, причем не по его заявлению, а по решению Верховного Суда страны, не преступней, если человек реабилитирован по принципу и признаку отсутствия состава преступления. Из нас двоих уголовник это ты. Потому что ты сегодня находишься под приговором судебных органов и на условном сроке осужденного. Тем более ты нарушаешь и административные правила. Теперь дальше. Ты врешь о том, что источник моего состояния – крупнейшие приватизационные сделки. вранью. Ты говоришь о том, что я забрал, украл советские горнообогатительные комбинаты. Аукционы залоговые, насколько я помню, кончились в 95-м году для твоего сведения. Я никогда ни в одном из них не участвовал. В последующих приватизационных сделках тоже. Ты вообще выбрал неудачный объект для дискредитации облика российского бизнесмена. Не тот случай. Первая наша сделка в 2004 году была рекордной. И сумма, которую мы заплатили за Михайловский ГУФ, составляла более полутора миллиардов долларов, из которых полмиллиарда мы собирали сами акционеры. Наши собственные средства. А миллиард нам давал банк. И этот кредит мы вовремя погасили, кстати. После этого Лебединский и Оскольский экономический комбинат. Мы покупали за 2,5 миллиарда швейцарских франков в 2006 году. Я хочу сказать о том, что ты лжешь, когда ты говоришь о том, что мы бесплатно у кого-то по случаю в подарок получили все эти активы. Не говоря уже о том, что и про другие активы, в которые я инвестировал. Это сделки с Мегафоном, Мэл.ру, с Одноклассниками, ВКонтакте. Потому что это точно не советские предприятия. И это точно не воровство. Все эти инвестиции, Алексей, я делал в 2008-2010 году. И суммы всех этих сделок отражены в этих документах. Ты, как всегда, лжешь. Мы платили всегда предыдущим хозяевам этого бизнеса, частным лицам, юридическим лицам. Теперь про рабочие места, когда ты влешь. Ты влешь в очередной раз, что я не создавал ни одного рабочего места. Ты просто не учил. Потому что за 10 лет моего руководства этих предприятий создано 40 тысяч рабочих мест. В них вложено в технологию, в инфраструктуру предприятий более 800 миллиардов рублей. Перемножь средний курс и поймешь, сколько это. Даже неудобно говорить это. И эта модернизация была, что за счет советской власти можно. Может, по госплану. Или, может, Леонид Ильич мне золото партии оставил. А может, все-таки это я с моими партнерами это сделал. Вот именно ты во всем врешь. То, что я получал все это бесплатно. Я не понимаю, какие у тебя основания, так говорить. Единственное участие в государственном аукционе было у нас в 2008 году, когда мы за право на разработку месторождения Удакан заплатили опять-таки рекордную сумму полмиллиарда долларов. И это была самая крупная сделка с государством вне нефтегазового сектора. После этого мы почти такую же сумму уже вложили в разработку техническую документацию. И сегодня уже выходим на промышленную разработку этого месторождения. Кстати, с партнерами. Помимо этого, самое важное, ты врешь, что я не плачу налоги в России. А ты-то сам где плачешь налоги? И вообще ты плачешь налоги. А вот я плачу налоги только в России. Я хочу, чтобы люди, которым ты врешь, морочишь мозги, лжешь, клевещи, знали, что вот даже в этом году только я задекларировал 2,7 миллиарда рублей налогов, а за 10 лет заплатил почти полмиллиарда долларов, если переводить по курсу. Кстати, по поводу остальных средств, которые тебя так сильно мучают, тоже хочется как-то сказать. Потому что чувствую страшную зависть лузера и неудавшегося бизнесмена, который начал свой бизнес с откатов на мелких сделках. Мучает это тебя, видимо, сильно. Я очень много сделок делал за рубежом, на биржах других стран. В Лондоне, в Нью-Йорке. И я заплатил с этой прекрасной цифры налогов, о которой я говорил. А прибыль, которую я там заработал, составила более 4 миллиардов долларов с половиной. Так вот из этих денег, помимо налогов, я еще миллиард отдал на благотворительность и просто помощь людям. Это тоже взятки. Ну а на остальные, если тебе очень интересно, я тебе просто это хочу объяснить, что ты не завидовал. Я и купил все то, что я имею. В том числе и прекрасную лодку, и самолет. Потому что я вообще живу в счастье, Леша, в отличие от тебя. Ты врешь и в следующем. Когда ты говоришь о том, что я взятки даю. Ты пойми, взятки не регистрируют в регистрационной палате. Они открыто не переводят деньги со своего счета. Тебе надо все-таки не читать книжки по недвижимости, по земельной собственности и так далее. Потому что в них иногда бывает, что людям платят не только за то, что они делают сделку, а за то, что они не делают. И вся эта история с землей, с домом, это огромная многолетняя, многоступенчатая, так сказать, сага, в которой было три соинтересованной стороны. И мне пришлось платить не за то, что сделка была, а за то, чтобы она не была между ними. И каждому пришлось платить. Одному активы, чтобы он отказался от прибыли, которую он хотел делать на своих деньгах. К другому займы и деньги за то, чтобы он землю уступил. И в конечном итоге каждый получил то, что он хотел. А самое главное, я получил то, что я хотел. Я доволен. О какой взятке может быть и речь. Кстати, все регистрационные документы в открытом доступе. А вот о коммерческих условиях сделки отчитываются перед тобой. Я вообще не считаю нужным. Много чести. И вообще, ты как-нибудь все-таки поглубже расследовал бы. Например, Леша, ты заявляешь, что у нас шахтеры. Опять не так. У нас нет шахтеров. Но хоть бы и это узнал бы. У нас работают открытым способом добычи руды. У нас горники. И зарплаты, кстати, этих горников гораздо выше в среднем, чем по региону. Аж на половину. И намного выше, чем в других регионах России. Хотя, в принципе, нельзя понять то, как можно сравнивать зарплаты России и Соединенных Штатов Америки. Экономик, которая разнятся в 10 раз. Ты что, вообще не знаешь таких понятий, как ВВП, единица ВВП на душу населения, паритетковой охвативной способности и другие вещи. Если ты с этим, так сказать, низким уровнем познания собираешься идти в политику, я думаю, это очень опасно. Ты обязательно где-то споткнешься. Поэтому, Леша, ты, пожалуйста, извинись. Прекрати выдергивать из контекста разрозненные факты. Строить картинку, которая тебе выгодна. Ты бы действительно извинился и жил бы спокойно. Потому что никогда в жизни такому, как ты, невозможно доказать, что я преступник, что я вор, что человек, который всей своей жизни получил все бесплатно, потому что, в отличие от тебя, дорогой мой, я за все заплатил своим трудом, способностями, честностью, кстати, и тебе никогда в жизни невозможно на меня оклеветать. Тебе все равно придется ответить передо мной, Леша. И для меня важно, чтобы люди, которые смотрят это видео, знали, что я, Алишер Усманов, честный предприниматель, честный человек, прежде всего. А цель вот таких, как ты, Алексей Навальный, это создание образа российского бизнесмена, который не умеет ничего, кроме как воровать. не умеет ничего создавать. И это тоже вранье. И твои потуги меня оболгать, это лай Моськина слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный. Субтитры создавал DimaTorzok